Здравствуйте дорогие подписчики, сегодня мы начинаем съемку Volkswagen Touareg У нас сейчас, мне кажется, начнется очень сильный дождь Это средняя комплектация Touareg То есть у нас, я знаю, что был сравнительный тест-драйв между BMW X5 и Touareg Но там был дизельный, и мы не заезжали на бездорожье Сегодня мы более подробно, значит, я расскажу вам про эту машину Про двигатель Но наши друзья-товарищи удавались туда в гильзы впихать А потом мы, значит, с вами поездим по бездорожью, ну, по легкому такому Заблокировалось Замерим динамические характеристики с помощью RaceLogic Я ж нагнулся, видишь, что... Ну, давай! И, естественно, посмотрим салон багажника и в конце мы сделаем выводы Итак, значит, что касается внешнего вида, то Touareg это уже у нас, в принципе, примеликался на улицах города Ничего такого сверхъестественного в нем нет Обычный такой по-немецки стройный, не разжревший, классический полноразмерный кроссовер То есть строгие линии, огромная вот эта вот решетка Volkswagen, которая у нас уже стала достаточно таким... Ну, можно сказать, премиальным брендом, да, то есть по сравнению с другими такими автомобилями Короткие свесы, в принципе, хром, у нас установлен хром-пакет нижний здесь, да, то есть в более дешевых комплектациях у нас будет, как бы, черные линии вот эти вот И Xenon, все по фэншую, короче, машина внешне очень красиво смотрится, особенно в белом свете Эта машина стоит 2 миллиона 510 тысяч, более подробно, естественно, ценные комплектации, ссылки под видео, если вам интересно В6, именно бензин и торсен обычный, да, и уже здесь установлено пневмопроизводство в Словакии, досборка у нас в России А где конкретно? В Калуге, да, то есть, в принципе, такое, половина в России, половина в Словакии Вот, давайте, значит, я вам расскажу про мотор А, значит, итак, про двигатели Надо сразу отметить, что у нас уже здесь, в отличие от Октавии, есть газовый упор и нет шумоизоляции У нас... что? Зачем ты с Октавией сравниваешь? Нет, ну, просто последней машиной была Октавия, ну, что эти... просто много было, почему... В Октавии нет газового упора Нет у нее газового, у него вот здесь вот... успокойся, это ваши эти... Но здесь, кстати, тоже, как и не Октавии, нет шумоизоляции моторного, то есть вот капота За 3000 рублей его, естественно, вам поставят, но в базе нет Предыдущие Туареги были самые-самые-самые проблемные в мире внедорожники То есть, они просто... у них все разваливалось То есть, эти были... даже сами фольксвагеновцы у нас признали на презентации вот этого второго, что были проблемы Там были проблемы по электронике, развал колес уходили, раздатки летели Там все летело, потому что машина могла встать, не открыть вам двери То есть, действительно, проблемные машины очень были И об этом говорит, кстати, вторичная цена Сейчас вот бэушный Туарег можно первых годов выпуска, можно уже по цене Toyota Corolla бэушной За 600-650 можно купить, да, в принципе О качестве и надежности всегда говорит цена на вторичном рынке Вторичный рынок России никогда не обманешь У нас такие там прошаренные люди достаточно работают Значит, по моторам там тоже были проблемы В принципе, были V6, там, в принципе, были достаточно сильный низ То есть, у нас был чугунный блок, но верх страдал постоянно У нас растягивали... там стояла цепь, она растягивалась Фазы сбивались, надо было, чтобы снять цепь, там полудвигатель надо разбирать Было очень-очень геморольные были моторы V8 был более-менее надежный Но он был алюминиевый со специальным покрытием В принципе, по теории они были не ремонтные, да, но наши друзья-товарищи удавались туда в гильзы впихать, да Значит, дизеля тоже ТНВД, форсунки, вот все Вот все, что вот можно у дизеля, какие бывают проблемы Тоже, в принципе, очень проблемные были машины Просто кошмар Значит, что здесь? Здесь произвелась такая достаточно серьезная работа над ошибками Здесь, значит, у нас два бензиновых V6 То есть, такие же, ну, они доработаны Тут немножко по конструкции цепи То есть, вот эти вещи, они предусмотрели Значит, два бензиновых 250, 249 и 280 лошадей И плюс есть у нас мощные, достаточные 8, 360 лошадей, да? Правильно же говорю? 360 там? 4,2 Да, 4,2 360 Есть, значит, у нас два трехлитровых дизеля 204 и 250 лошадей И мой... 245 245, да, извините, у меня двигается здесь замечательный помощник Как есть у Volkswagen Вот, и, значит, очень мощные тоже V8 Есть, но дизельные 4,2 Сколько там? 360? Там 340 лошадей В принципе, все дизели уже не новые То есть, да? В чем здесь хороший этот автомобиль? В принципе, его нельзя назвать Volkswagen Потому что здесь нет T-Sive, нету, да? Здесь нет DSG В принципе, вот эти новые На мой взгляд, на мой взгляд, проблемные вещи Вот, он лишен Здесь стоит доработанная старая техника, да? То есть, восьмиступенчатый автомат В базе у нас стоит торсен То есть, одни из самых современных и надежных систем полного привода Безотказных То есть, это у нас и по Audi Они доказали свою долговечность И, в принципе, и здесь То есть, у нас не муфта, да? То есть, она не греется Он постоянно у нас роет всеми четырьмя колесами И систему, значит, роль блокировок дифференциалов У нас система стабилизации То есть, антипробуксовочная система выполняет Она подтормаживает Поэтому, на мой взгляд Кневму и вот недорожный пакет Я бы не стал убрать Потому что, в принципе, достаточно хорошая проходимость Уже здесь, изначально Вот А так, в принципе, давайте посмотрим салон Итак В принципе, в Туареге мы сидим достаточно по Так Как в седане То есть, у нас нет рамы И поэтому У нас, как бы, много места в салоне Поэтому чуть возвышается панель То есть, ощущение легковой посадки Если на рамных внедорожниках мы сидим, получается, чуть выше Мы возвышаемся над панелью То есть, здесь, как бы, все по-легковому Тут все отлично понятно Электрорегулировки Вот Сидение Руль регулируется, правда, по-моему, у нас механически Да Ну, там бывает тоже с электрорегулировкой Круглой колонки И по вылету, естественно А так, места для любого хватает Как бы над головой много места Но, естественно, в таком, в огромном кроссовере Место быть должно Сажусь сам за собой Подлокотник Подстаканники Места над головой опять хватает Вот видите, да, места То есть, здесь тоже очень много Здесь у нас такие полочки небольшие Прикуриватель Подогрев сидений Но вот воздуховодов, конечно, не хватает здесь Бывает с воздуховодами То есть, это, как бы, базовая, да, получается Да, там просто можно выбрать версию Четырехзонный климат И там будут и воздуховоды, и управление климатом Ну, так, в принципе, места хватает Кстати, подлокотник в базу не входит Это отдельная опция Да, да Ну, именно в этом двигателе А в остальных в базе В остальных моторах Открываем багажник Так, у нас здесь такая полочка задвижная 580 литров размер багажного отделения Это у нас докатка На таком красном, красивом диске Здесь у нас набор инструментов Ниша для мимолочей, как мы видим, да И ключ И такие инструменты для замены колеса Отсюда мы можем регулировать, получается Наклон багажника, да Это версия с пневмой Ага Чтобы загрузить И она у нас опускается То есть приседает Ну, покажем еще раз Все Так, сиденья откидываются, в принципе, легко и просто Так, у нас только спинки откидываются, да? Покажи Смотри, во-первых, можно вот так вот сделать Угу Сдвинуть В примере одного Угу Там 10-12, может быть, 15 сантиметров Угу И образуется ровный пол А целиком назад не закидывается? Нет, да нет Вот на предыдущих, туарах, там складывалась еще и сидушка Ну, а здесь только Так, закрываем Естественно, у вас электроприводного открывания Так, салон, значит Поворачиваем ключ У нас заводится Включаем Габариты Так, здесь у нас, значит, блокировка дверей Регулировка зеркал Так, далее, значит, естественно, 4 стеклоподъемника Память сидений Вот здесь вот Далее, значит, блок управления фарами, естественно, ниже Под туманки Здесь у нас, значит, мы управляем магнитолой Если я включить, то есть Регулируем звук И далее, значит, у нас Меню управления бортовым компьютером Пробег к средней скорости Вы прекрасно все видите Вот Далее, значит, такой небольшой ящичек Тут можно документы нам хранить, да? Что здесь по статистике обычно хранят? Документы? Нет, кстати Вот не ведете, а зря Естественно Так, это у нас отключение парковочных датчиков, да? Сенсорная магнитола 20 лет Такой замечательный музык Так Блок управления клипат-контролем Заработает Далее, значит, автомат Понятно Д С Ручной режим Ручник Помощь, значит, удержание на спуске Здесь мы активируем, значит, off-road Это активируется имитация блокировок электронных дифференциалов Значит, отключение системы стабилизации Регулировка жесткости амортизаторов Блокировка для поднятия на Пневма для поднятия на подъемник А, высотой, да? А, вот у нас бездорожье, получается, да? И машина поднимается Так, подстаканники И раздельный подлокотник Так Все В принципе Давайте, наверное, прокатимся Все равно жарит Давай, знаешь, как сделаем? Тогда вот эти заблокируем А эти сюда Тогда можно просто сделать авто И закрыть Да, все И можно даже 23 поездок Итак, значит, сели Мы сейчас едем В таких Классических городских условиях То есть Я сейчас хочу спросить у Михаила Вопрос, на который никто не знает ответа Михаил, скажи, пожалуйста Какие основные конкуренты у Туарегов? Вот У Туарегов Вот, ну Для меня оптимальный выбор Туарег Конечно, это в 2 миллиона рублей Это вот этот вот мотор И там Что в эти деньги еще будут обходить? За 2 миллиона? Не, ну Без пневмы, да? Да, это будет без пневмы Там Я сейчас не хочу эти опции перечислять Потому что там их предыдущие Но там не будет пневмы Там будет автомат Там будет вот такой же дисплей Правильно? Совершенно верно, да Вот, то есть там все необходимо Подогрев зеркал Все это будет Естественно, да Вот, вот в двушник, если вот так посмотреть Какой конкурент Вот, между чем и чем у нас Сравнивают клиенты? Ну, можно рассмотреть базовые Prado Ну, единственное, что там, конечно, оснащение будет А может быть даже по опциям он будет такой же Я просто, если не ошибаюсь То есть, по-моему, правда на механике будет за эти деньги Там же какой-то дизель есть базовый, по-моему Да, и он будет еще дизельный, по-моему Да Вот Как ни странно, я вот просто тебе скажу С чем мои клиенты сравнивают Тот же Touareg Покупая То есть, когда нас зрители будут смотреть Ну, просто, чтобы не было там Михаил, с чем вы сравниваете С чем сравнивают у меня клиенты, которые покупают Touareg С Hyundai Santa Fe, ну, в последнем кузове С Боза, с более-более-более Ну, он будет в максимальной комплектации С мощным дизелем То есть, ну, не мощный по меркам Hyundai Но здесь это начальный дизель, да? Ты абсолютно прав, да Дальше С Toyota Highlander Тоже, да, можно Два миллиона тоже Да, потом вот Toyota Venza, да, по-моему Если не ошибаюсь, называется Вот новая сейчас Ну, это уже совсем, мне кажется, трэш за два миллиона Я покупаю Ну, правда, жизнь такова, что потенциальные покупатели Touareg тоже смотрят и верно На Venza, да? Вот, да Рассматривают Volvo XC60, XC90 XC90 можно в хорошей комплектации взять XC60, ну, в топовую Ну, да Ну, это поменьше Ну, я, честно, я вот, брать не буду И вот с ценами на XC60 вообще не знаком Вот я для себя, вот, если бы у меня было два миллиона рублей Вот из того, что я перечиснул, у меня даже Даже не подумал бы ни о какой другой машине Потому что корейцы, это корейцы Все-таки за два миллиона, когда ты покупаешь автомобиль Хочется иметь, значит, автомобиль Ну, бренда такого уже, как бы Плюс близко к премиальному То есть у нас в Touareg все равно там Ну, Audi Q5, по-моему, можно рассмотреть Ну, Audi Q5 можно, да JLK JLK можно тоже рассмотреть Но они меньше Ну, вот я вот, если бы мне часто Не встречу Часто задают вопрос Какой бы автомобиль вы мне приганали За два миллиона рублей Там, я бы именно только Touareg То есть я бы даже не думал, если сейчас Уже там с V8, который 3, 3100 Я считаю, что это неоправданно дорого Я бы эти автомобили брать не стал Вот, потому что два миллиона, я считаю, это оптимальная, как бы, цена За этот автомобиль Практически тот же самый Cayenne То есть премиальное авто, по сути За народные деньги А потом уже, когда он пересекаться с Cayenne Начинается с более мощного мотора С V8 с бензиновым, от сколько он начинается там? 3,165, по-моему 3,200 Там уже SRT попахивает Вы эти там еще 300 тысяч добавите И у вас будет валют А что SRT 3,5? 3,5 Все думают, что дороже Но официальная дилерская цена За которую, естественно, никто не привезет Но в реале там будет 3,750 3,800 Со всеми опциями Там, с касками Со всеми Вот А так, если говорить Значит, вот сейчас мы, естественно, высоко сидим У нас автомат Мы не замечаем, как переключается передача То есть, в принципе, достаточно хорошая шумоизоляция Ну вот, мне нравится бензиновый мотор, конечно То, что, во-первых, он очень тихий здесь Мне это очень удивительно, что он здесь очень тихий И плюс то, что он, как бы Вот сейчас у нас 6 Мы сейчас можем потом общий расход же посмотреть, да? Там стрелка вниз Где? Правую, правую Правую стрелку вниз Вот эту? Да 27 литров Пока мы только выехали Сейчас там То есть, он примерно В конце теста надо не забыть, чтобы, как бы, рассказать про расход Потому что очень волнует Сколько же ест бензиновый двигатель? Все берут дизельный Туарак из-за экономии Вот Но в итоге Из-за нашей отвратительной солярки Я, конечно, понимаю Зачем сейчас звонить? Вольцвагеновцы, да? И Самое важное, естественно Если Жрущий или здесь стоит В6 Потому что Я считаю, что норма для такого автомобиля в городе Ну, 15-16 литров Бензина Если он будет жрать больше, это уже не стоит Ну, куда насмотрелись? Ну, в таком уговорении не церковься Я хотел сказать, что Норма для такого Норма для такого бензинового Для Норма для Нравится звонок? Ну, нет, это не V8, конечно Нет, его не слышно, понимаешь? Нет, там что-то бурчит вниз, но его не слышно По большому счету Вот Поэтому я-то думаю, что на самом деле Ну Достаточно Конечно, момент на низах у него меньше, чем у дизеля Чувствуется, мотор так немножко напрягается Ну, с другой стороны, для бензинового двигателя Тут, в плане, в момент более, чем достаточно Да, то есть 360-е Но зато он крутится на верхах потом Где бензиновый двигатель Ой, где дизель уже переключает Мы, естественно, динамику проверим Потому что Это очень интересно Я помню просто в сравнении с Туарегом Когда мы, ой, Туарег сравнили с X5 У нас была дизельная версия И достаточно была очень хорошая динамика Мы ехали по плохой Сейчас едем по плохой дороге Средняя скорость Вот сейчас Volkswagen 100 показывает А вот Рейс Лоджер показал только недавно эту скорость Вибрация чувствуется, естественно Несмотря на то, что мы едем на пневме Но она меньше, чем у X5 Как мы помним из прошлого теста Роль, в принципе, мы Повторять профиль дороги Мы его чувствуем в нуле Из-за этого у нас Все-таки приходится контролировать автомобиль То есть остренькое такое управление Нех, что абсолютно не будет характерным Для тех же равных внедорожников Где мы с трудом будем чувствовать роль в нуле И вот не чувствовать вот эту вот Такую вот небольшую дорожную неровность Очень легко машина Вот 100-100 входим в поворот Отормаживаемся Внешний радиус То есть по внутреннему Ну, скорость небольшая Потому что все-таки машина высокая Вот Ну, в принципе, держится под речком машина, да? Неплохо Очень для... КамАЗ пропусти нас, пожалуйста Ух ты! Вот мне вот интересно Мы вот в каждом ролике тараним грузовики Когда же наконец подойдется стыковка? Ну, вот как произойдет, так это будет самый популярный ролик Так, вот мы сейчас, значит, выезжаем в обычном положении В небо на неровную дорогу, да? То есть Жестковато Конечно, да? Можно вообще включить? А что-то хочешь включить? Нет, нет, ты можешь ехать Я тебе просто хочу включить Сопровозы Газания спидометра А, чтобы зрители наши видели? А, нет Сорок литров Что-то он не падает, Михаил Расход-то А, вот так И мне просто самому любопытно, насколько сильно будут включаться Вот 11 здесь А смотри-ка, ровно, по-моему, показывает Вот я как раз в том-то делал Я как раз сказал, что по-разному По-моему, просто одинаково показывал 20, да, почти одинаково, кстати Я плотно знаком с разными, да Спасибо, это я волнуюсь Да С разными приборными панелями И вот все-таки на немецких автомобилях Плотно знаком, ты как электрик говоришь Вот, и, блин, ну тут все-таки достаточно на Высокой степени точная Поэтому, да вообще одинаковые показания Ну вот сейчас мы когда разгон будем замерять Посмотрим, насколько здесь они Отличаются от заводских Но пока вот в обычном положении едем пневмы То есть это самое мягкое, да? Нет, нет, это как раз обычное, среднее Ну давай мягкое сделай А как он называется? Амортизатор, а, комфорт Комфорт, да То есть у нас уровень такой же остается, да? Там на низких скоростях 2 см вверх машина подойдет 2 см это хорошо Нет, а ровно показано, да? Да, сейчас действительно Кстати, ощущаешь меня? Сейчас помягче стало Но пружинная за 2 миллиона Погоди, это на пневме стоит 2 500? Да, да А сколько стоит пневма отдельно? 97 тысяч За эти деньги можно уазик купить бэлужный И забыть про пневму Так Едем А что ты смеешься? Нет, просто мне знаешь У тебя все время такие интересные сравнения Знаешь, мне кажется, только ты бы мог догадаться Там сравнить Нет, ну конечно, смотри Вот смотри, базовый Туарегон стоит сколько? С обычным Торсоном То есть поста... О, господи, какая дорога отвратительная С обычным полным приводом Сколько у нас стоит? Стоит 2 миллиона, правильно? Если я захочу, например, внедорожные примочки То есть понижайку, грубо говоря Блокировку заднего дифференциала Мне нужно с пневмой доплатить сколько всего? То есть пневма Там смотри, во-первых, модификация с пакетом Террентек И вот с внедорожным арсеналом Она стоит дороже А отдельная опция пневмоподвеска Ну, грубо, 100 100 Ну и плюс А если вот внедорожный пакет Он включает уже блокировку? Ой, этот... Пневмоподвеску Нет, не включает Ну вот Я тебе говорю, что я бы Если брал, например Туарег за 2 миллиона Я бы не жаловался Из-за того, что у меня нет пневмоподвески И там этой внедорожной трансмиссии Я просто отдельно купил бы Какой-нибудь у вас Хантер За 120-130 тысяч И ездил бы там За 120-130 можно купить у вас Хантер Ну, бушный, конечно, он будет не новый И все Так, вот Ну, достаточно неплохо То есть у нас Неровности глотает невма Я, конечно, понимаю, что Пружина будет не так сильно Отрабатывать эти неровности У нас будет Более значительная Серьезная дрожь Она на самом деле будет незначительная Вряд ли раньше Но все равно будет больше вибраций Я не могу найти тот подъем Где мы на Паджеро Забрались с трудом Он такой Здесь такие подъемы есть? Да, там были Вот, знаешь, если человек Первый раз сидит за рулем внедорожника Для него любой подъем может Так, вот камера заднего вида Вот плохо считается днем У нас же предупредят, если камень не будет, да, сзади? Да Ну я бы на Туареге Вот неважно, какая там стоит трансмиссия Коробка Я бы не ездил ни в коем случае На какие-то вот прям чисто бездорожные вылазки Там, да, то есть какие-то там экстремальные грязи Потому что я помню, мы тестировали Туарег Или кто-то тестировал Там моментально отлетает вот эта нижняя защита с туманками То есть это было не очень приятно Когда вот эти вещи Много пластиковых элементов по бокам Которые, короче, могут отлететь То, что я могу сказать И мне жалко, это будет машину там прям С ходом преодолевать серьезные какие-то там препятствия Реально жалко Поэтому смысла я особо большого Так, ну-ка Подождите Летит высокая трава просто Ты уверен, Михаил, что это высокая трава? Если там канализационный люк сейчас какой-нибудь Страшно? Вот я и вот на УАЗ Хантере, например Я бы тут сейчас просто влетел в эту гору А тут страшновато Я, кстати, предлагаю поменять Пожалуйста, мы уперлись Вот здесь бампер уже в стандартном клиренсе не помещается Он упирается в землю И у нас такой холл Ну напомню, что мы под жиром заехали Вот Сейчас Михаил нам продемонстрирует работу пневмы Михаил, пожалуйста, поднимайте По-моему, жопа уже поднялась, да? Или мне так кажется? А, вот Видно, что Все, это максимум Давай аккуратненько Давай аккуратненько Сейчас и в траве сложно сказать максимум или нет Ну-ка, аккуратненько Опа, вот смотрите У нас вывесилось заднее колесо По теории, система пробуксовки должна была заблокировать его Опа, смотри Офигеть Заблокировалась И проехала Смотрите-ка Мокрая трава, в принципе, достаточно коварная такая стихия Вот Отлично видно, да? Как система без блокировки Сама система стабилизации подтормаживает колесо И машина, в принципе, имитируя блокировку заднего дифференциала Сюда проехала Вот напомню, что сейчас в данный момент машина стоит у нас в максимальном положении Вот Так, Михаил, давайте попробуем по пашне проехать Вот этой Смотрите, самолет Это за нами Вот здесь А это, в принципе, можно и на уазике проехать Ой, у вас не знаю Так, сейчас максимально Максимально поднятый автомобиль, да? Ну, это фигня, но тут вот Такая неровность распахана Так Момента хватает Даже, в принципе, не нужна понижающая передача Первая достаточно короткая передача Ну-ка Кстати, тут не обязательно даже поднимать машину Не, ну тут-то да Потому что здесь рыхлая земля Нет, это не сильно серьезное испытание Я думаю, что все-таки земля будет более сильно приседать Ну, а нету здесь такого Вот на данный момент сухую погоду Сложно найти что-то такое Что нас просто могло бы Учебная гранта в поле едет А теперь так, что ли? А? А учебная гранта в поле, да? Я думаю, возможно, это вспыхнул роман между ученицей и инструктором То есть, как говорится, чувства возобладали Они решили это сделать в поле То есть, обучение, вождение Наверное, да? Да, наверное, да Они далеко ездили Равни на кругу Подожди, 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 подожди Стой Она сейчас в максимально низком положении, да? А, вот обычно Вот давай, ну-ка Ну, в принципе, да Не так быстро Ага Ну все, в принципе Это не сильное испытание, опять же Вот, видите? Подожди Вот я про это говорил Вот эти вещи Первым делом всегда отлетают на бездорожье То есть, вот эти вставочки Они сделаны отдельно То есть, здесь полно пластиковых элементов Из-за которых я бы не стал Как бы выгонять ее Вот эти замечательные хромированные насадки, да? То есть, вот эта часть Несмотря на то, что она обработана дополнительно резиной Вот видите, здесь уже Немножко сошло Ну, это нормально Это, естественно, сделали не мы А вот эта вот боковая часть Тоже легко поцарапывается Хромированные вот эти вещи Вот пакет, который вот Это опция вот крашеная Снизу молнии Да, да, это опция Chrome and Style Есть опция У обычного, то есть, туарега В минималке вот этих вещей не будет, да? Я как понимаю? Совершенно верно И вот этих, они будут черные Совершенно верно Вот это вот правильно, я считаю Потому что зачем вам это вот нужно? А так там, ну, если просто интересно Хотя я в предыдущих роликах говорил Там помимо пакетов В пакетах Chrome and Style Есть еще пакет Тирантех Не связанный с коробкой передач А связанный банально с обвесом То есть там или ими Ну да, тогда это более-менее Вот это, если бы я, я бы вот это тоже В черную покрасил Вот это черное Это черное, да? А, тогда это логично Мы сейчас, когда на дороге общего пользования выйдем Несмотря, кстати, на минимальный пробег И не обкатанный автомобиль Литров 14 по год Я хотел еще сказать, что в принципе Обычного Торсена Постоянный полный привод То есть без муфты Которая не отключается в случае пробуксовки Здесь вполне хватает Даже на пружинной подвеске То есть я бы не стал переплачивать За вот эти внедорожные опции Потому что машину жалко А там, где проехать чуть дальше Чем о паркетнике За счет там Сколько у него в базе кленоса На пружинной подвеске? Ну вот сейчас я внимательно изучал Заявленные характеристики 201 мм 201 мм Это больше, чем у паркетника Хотя я лично не ленился Замерял, 22 мм было Но будем отталкиваться От официальных характеристов Ну да, это неплохо Я считаю, что это неплохо Давайте это сделаем Не с двух педалей Нет, ну да, просто как обычно С С Так, у нас сейчас С С включился, да? Я тебе рекомендую с Д с Д Почему с Д? Потому что С тупит с С? Нет, с С не тупит Потому что вообще даже с Д Он должен с Д Давай просто с Д Давай тогда, значит, выключаем климат Это тоже не обязательно Нет, давай выключим климат Хорошо, хорошо Давай включим климат И сначала попробуем с климатом Ну хорошо, да А потом без Ты включи Д опять Все, Д Вот Так, ну вот у нас готов, значит, прибор Сейчас я отпускаю с педали тормоза И резко бью по педали газом Просто Как в городе, если вас вдруг решил какой-нибудь наказать чувак Мы из системы стабилизации не отключим ничего Да, мы сейчас просто в обычных штатном Подержат, то сейчас он свалится И И И Газ прям до упора Сейчас ты сам скажешь До сотни, сколько 9,5 Хорошо, давай отключим попробуем Давай отключим 9,5 Уже квотер надо посмотреть Сейчас мы попробуем все отключить А куда квотер смотреть? Сейчас я тебе скажу квотер Так Мы чуть вниз просто пройдемся по меню И там будет 0,100 Михаил сейчас сам скажет мне Значит, это Тут полностью все скорость Ну скажи квотер А куда смотреть? 16,8 16,8 Значит, Октавия пока нас бы смогла дернуть на 400 метров То есть, по большому счету, посад быстрее турали? Ну, мы же не мерили посад Нет, ну Октавия же мотор от посад стоит на 1,8, мы же продвигатели 1,8, но там 180 лошадей А, 180, ну все, понял Нет, я давляю не 180 Там 180 лошадей На торопке Там не коробка Там не коробка, там торопка Это выстрая коробка, понимаешь? Я понял, там мы шестили сел Надо ТСГ было торопкой Это называть Там шестили селеступенчатая Там семеступенчатая Там стоит семеступенчатая Он, значит, начинает пикать, когда мы барьер в стоке А там сейчас мы отливаем Там стоит семеступенчатая ТСГ На более мощном дизеле там стоит шестиступенчатая Дизель 2 литра Ну, там он не такой мощный Там момент мощный достаточно Так, значит, возвращаемся Возвращаемся Ну что, мы будем бить рекорд? Потому что, главное, чтобы когда мы били рекорд Мы не били бульдозер вот тут Включаем спор Михаил, включай все, что можно сейчас включить, блин, понял? Потому что мы сейчас, блин, мне кажется, тут Ну, я же это не придумываю, понимаешь? Нет, а что? А на Октаве тоже с климатом со стихом не было? Нет, на Октаве я на Октаве климат выключал Ну, сейчас я выключил климат Так, включилась Выключим систему стабилизации И так и включили спорт Что я сейчас здесь можно выключить? Чтобы она быстрее поехала Давайте попробуем У нас лишние 65 килограмм груза Ты 65 килограмм висишь? Как здоровая с... Так, давай Дожди, ну подожди, да Суша, тут пока без климата минут 10 ты находишься Уже невозможно просто здесь находиться Это тоже проблема машины окружающей среды Это проблема всего человечества, которая в России То зима, не минус 30, то жара Так, давайте, значит, еще раз Что-то четвертый раз попробуем стартануть Я же нагнулся, видишь, что... Ну, давай! Кстати, у тебя самый первый раз прям вообще очень быстро 9,3 Я не помню, где Котро, поэтому поедем до бульдозера А, вот он как раз разворачивается Да Почему у него все время с тобой давление подскакивает, да? В колесах, что ли? И в колесах тоже, кстати Ну, в общем, 9,3 Так, а значит, какие можно сделать выводы? Динамика 9,3 Ну, может быть, то, что машина еще не обкатана Можно сделать какое-то вот исключение из этого, да? Ну, как вы видели, 9,3 Хорошая, значит, проходимость Даже в базе, я советую, все-таки Она будет хорошо вам рыть песок, грязь и снег То есть по пляжу, там на рыбалку съесть можно Но не для экстремального, естественно, бездорожья Вот, достаточно хорошая шумоизоляция Хорошая плавность хода Это мой выбор до 2 миллионов рублей Вот Туарегта у нас где Там, где другие машины буквально тонут У нас какой-то сейчас просто... Смотрите Девятина едет спокойно Девятка по ватам не нет Она сейчас утонет Нет А у пацана, надеюсь, окна закрыты будут? Ну, наверное, закрыты Да, но тут, конечно, преимущество... Не, мы бы сейчас вообще предусто туда Никиганее Какой кошмар Вот у нас чисто российские классические челябинские дожди Кошмар Смотри, когда кошмар заливает во все щели У нас либо снегопад, где танки не проезжают Либо вот надо на лодках ездить Ужас Машины даже стоят КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ